Торт «Наполеон» так рабочие называют карьер, в котором добывают технологический камень для производства минерального порошка. Сравнение пришло из-за его слоистости. Сначала идёт земля и глина, далее прослойка доломитов. И только третий слой на самом дне карьера – чистая порода известняк. В посёлке Добрятино, в пяти километрах отсюда, открылось новое производство по его переработке. Ежесуточный за две смены план грузоперевозок по карьеру порядка 10 тысяч тонн каждый день. Вот что-то везётся сюда, что-то туда и так далее. Изначально новый завод строился как инвестиционный проект группы компаний «Добрятинская карьера управления». Более 20 лет бизнес-вены занимаются добычей полезных ископаемых в Гусь-Хрустальном районе. Строительство будущего предприятия поддержало и государство. Речь идёт о финансировании этого проекта, а его общая стоимость составила 400 миллионов рублей. Государство поддержало в рамках кредита через банк МСП 280 миллионов рублей. Через гарантию корпорации МСП 170 миллионов рублей и гарантийной поддержкой Владимирской области через фонд 25 миллионов рублей. Уже после Нового года завод начнёт производить три вида извести. Обжигать минеральную породу будут только в одной печи. Руководство считает, что для старта этого хватит. Предполагаемая объёма 250 тысяч тонн в год. «Подаётся газ. Газом нагревается известняк. И снизу, в нижней части печи, есть специальное устройство, которое выгружает готовый продукт. Они выгружают уже готовую известь. Известь по транспортеру подаётся на участок дробления и сортировки. А далее по фракциям сортируется каждый в своё хранилище и ждёт покупателя». Гидравлическую известь можно использовать как сырьё для приготовления строительных растворов и бетона. А вот негашёная и известковая мука – важные компоненты при производстве стекловолокна и стеклотканей. «Известь будет расходиться по четырём направлениям. Первое – это, понятно, что наш родной Ковровский завод силикатного кирпича, техническим директором которого я являюсь. Далее – это Борский завод силикатного кирпича, Нижегородская область. Один из потребителей – швейцарская компания «Оме». И, соответственно, заводы по производству газобетона Московской области». Часть сотрудников нового завода живут в Коврове и работать будут вахтовым методом. Ещё около 40 мест пока вакантны. Приглашать специалистов, как и раньше, будут из ближайших населённых пунктов. «Хорошо и удобно, что у нас здесь большое количество предприятий рядом находятся. Люди, да, мы, местные жители, очень рады. И считать, что такая пандемия всё-таки, мы всё-таки держимся, наше предприятие держится, мы работаем». Сейчас компания готовится экспортировать молотый известняк Белоруссии из Ербайджан. В планах на ближайшие полтора года открыть на территории предприятия ещё одну печь для обжига. Это позволит увеличить масштабы производства.